Из Америки есть гости из города Сакраменто, к нам прилетела сестра с Нижнего Новгорода, тоже гость у нас, девочка стоит с Севастополя. Хочу предоставить приветственное слово Ольге Музычук, это пастырская семья из Сакраменто, где служит наш брат Виктор Музычук. Будем молиться, чтобы он в следующий раз нас посетил. Сегодня Оля расскажет, передаст приветы своей церкви. Прошу, давайте поприветствуем. Мир Божий вам драгоценный. Приятно быть сегодня среди вас. Так классно ощущать, что ты часть большой Божьей семьи. Вы знаете, у меня была возможность за последние 10 лет бывать в разных местах, и на Филиппинах, в Колумбии много раз, в других местах. И вы знаете, когда приезжаешь, даже языка не знаешь, ни культуры, и попадаешь в церковь, это единственное место, где ты чувствуешь себя дома, в любой стране. И так приятно ощущать это сегодня здесь тоже. Хотя я здесь первый раз, но очень приятно быть в Доме Господнем. И когда идет поклонение, идет молитва, ты чувствуешь, что ты принадлежишь этому народу, народу Божьему. Аминь. И я сегодня передаю вам привет из города Сакраменто. Это штат Калифорния. Сакраменто это не очень, может быть, большой город, его не все знают, но он является столицей Калифорнии. Калифорнию больше знают Лос-Анджелес, там Сан-Франциско, но именно Сакраменто является столицей. У нас там больше двух миллионов людей, среди них около 300 тысяч славян, которые переехали с разных частей мира, переехали туда. И мы были миссионером с мужем. Я вышла очень рано замуж, и поэтому сегодня у меня уже взрослые дети. Ну как взрослые, для меня взрослые. У меня четверо детей, старшему сыну 24 года, его зовут Давид. Я его родила, когда мне было 20 лет. Сама еще молодая была. Вообще такая молодая. Сейчас думаю, ну вот, что я думала? Не знаю. Выходя замуж в 17 лет, слава Богу, что мне повезло, что у меня муж был и есть старше меня. Можно сказать, воспитывал меня, для того, чтобы я стала ему действительно равной женой. И так Бог нам подарил четверо детей. Старший сын, потом дочка 21 год, будет вот 22 летом. И младшая, 16 лет, девочка Джойс, что означает радость. И последний младший, мальчик Джошуа. Ему 15 лет, он замечательный барабанщик. Музыка у нас днем и ночью гремит. У нас дома настоящие барабаны, поэтому слушает не только я, а вся улица. Когда он начинает заниматься, он правда очень любит и помазан Богом на это. И нас Бог призвал в служение. И с ранних лет я услышала зов Божий. Я выросла в христианской семье. У меня есть одна-две минуты. Могу я рассказать свидетельство? Я увидела, насколько чудный наш Господь и как каждого из нас Он любит по-своему. Я выросла в христианской семье. И вообще у меня очень интересная история. Потому что мои прадедушка и бабушка, они покаялись, когда приехали миссионеры из Америки в Аранаев. И он приехал и проводил первое служение. Я не знаю вообще, кто из вас знаком с историей. Может быть, многие из вас новообращенные люди. Вы не знаете этой истории. Но это были первые миссионеры, которые приехали с Азуза-стрит. И мои прабабушка и прадедушка, они покаялись и стали евангелистами. И они ездили в разные города и разные селения, проповедовали. Потом позже их, естественно, поймали, посадили в тюрьму. Они отсидели за евангелием. И почему это важно, почему я это рассказываю? Потом прошло время. Я выросла в христианской семье. Естественно, наш род был благословен. И мое возрастание, оно было в гонимой церкви. То есть в нашем доме проходили служения, когда нужно было все закрывать, прятаться, потому что вылавливали, давали штрафы. В школе меня обзывали штунда и все такое, знаете. И у меня был такой осадок. Я знала о Боге, но я не знала Его лично. То есть когда ты растешь в христианской семье, это еще не означает, что ты будешь верующим. То есть должен произойти этот момент возражения. И когда моя семья, она переехала в Америку, именно из-за этой причины, ища, можно сказать, свободы, в 89-м году моя семья переехала в Америку. На то время мне было, должно было исполниться 16 лет. Я очень была недовольна на моих родителей, что они переехали в Америку, потому что как первые мигранты туда приезжая в 89-м году, это не было сладкое время. Мы приезжали с одним чемоданом, не зная ни языка, ни культуры, и вообще не зная, как устроится наша жизнь. Мы ничего не смогли там продать и просто приехали в чужую страну. И у меня была очень сильная депрессия. Я была очень зла на моих родителей. Я думала, что я буду здесь делать. Выходишь на улицу, людей нигде нет. То есть люди не ходят по улицам. Все в своем гараже садятся в машину и уезжают. И именно в этой ситуации Бог нашел возможность и посетил меня. Когда собрались первое, можно сказать, такое было как молодежное служение, даже это не называлось как молодежное служение, Бог посетил меня и позвал меня к себе. Была проповедь, я не помню, о чем эта проповедь была, но Бог позвал меня к себе. Я почувствовала его сильную любовь, и в тот день он спас меня. Это было чуть позже, за два месяца до моего день рождения. И когда я вернулась домой, мама с отцом ничего не знали, вообще где я была. Но когда мы приехали домой, моя мама заплакала, и она сказала, в твоей жизни что-то произошло. Мы как мамы часто чувствуем, да, больше, чем иногда даже, может быть, отец подметить. И я говорю, мам, я приняла Иисуса. Она меня обняла и очень сильно плакала. И это было не только покаяние. В день, когда я приняла Иисуса Христа, в этот же самый день за меня никто не молился, и я получила духовное кричение. И Бог позвал меня, дал несколько даров, и Он показал мне, что я буду проповедовать Евангелие. Естественно, это был длительный путь, но буквально через год после этого я выхожу замуж. И мой муж говорит, ну, моя жизнь с тобой будет не такая, как у всех. Бог нас призвал быть миссионерами. И мы буквально еще ничего не успели купить в дом. Мы переехали в Россию и начали открывать там церквя. И наша жизнь была совершенно другой. Но я очень счастлива, что я знаю Иисуса в моей жизни, что Он изменил мою судьбу. И сегодня мы можем действительно двигаться в Его воле. На данный момент наши поездки в Россию, это уже было больше проводение конференций. На данный момент мы ведем церковь в городе Сакраменто, которую начинали с нуля. Это в основном люди, которые приходят к Господу, которые не знакомы. Сейчас год назад мы открыли английский поток, и он реально растет, развивается. С новообращенных людей очень интересные покаяния. Если у меня будет возможность здесь поделиться, я расскажу, каким чудным путем Бог сегодня спасает по всему лицу земли. Поэтому спасибо вам за возможность рассказать чуть-чуть маленькое свидетельство о моей жизни. Господь благ, и я знаю, что мой муж мне говорил, обязательно передавай привет от нашей Сакраменской церкви. Кстати, если вы знакомы с Фейсбуком или Инстаграмом, наша церковь называется... Мы раньше назывались Мелхиседек, но год назад мы переименовали нашу церковь, она называется MC Church. Почему так? Потому что американцы не могли выговаривать Мелхиседек. То есть когда ты приглашал людей, у них заплетался язык, и так как мы не хотели, чтобы это были две разные церкви, мы должны были переименовать на церковь MC, что означает My City Church, то есть церковь моего города. Ну, называем ее MC Church, так американцам и так многим, даже русским нашим, намного легче сориентироваться, найти нас на Фейсбуке. Поэтому пусть вас Бог благословит, я думаю, вы меня еще увидите здесь, я буду здесь еще три недели. Пусть вас Бог благословит, очень приятно быть среди вас.